Всем привет! В этом видео мы с вами продолжим изучать неработающие детские лагеря нашей страны. И в данный момент мы отправимся в лагерь Сосновый Бор, который, судя по плакатам, найденным в лагере, принадлежит пассажирскому вагонному депо города Орехово-Зуево. Об этом месте я узнал от парней из группы Streetlight, ссылку на их группу я оставлю в описании. Они приезжали сюда с разведкой за неделю до меня, но были обнаружены сторожем с собакой, так и не успев обойти большую часть территории. Поэтому в данном видео я возвращаюсь в этот лагерь после парней, обладая большим количеством информации. И если вам интересно узнать, удастся ли мне исследовать это место, и не обнаружит ли меня сторож, то давайте телепортируемся вместе со мной в этот прекрасный июльский день 2019 года и начнем наше приключение. Сейчас час дня и пятница. То есть я нахожусь тут в рабочей будни. Я думаю, в такое время охрана бдит по минимуму. Собаки. Находятся они достаточно далеко от меня, где-то за тем зданием с дровами. Я думаю, если туда не подходить, все будет в порядке. Вроде как они сидят все на месте. Начнем осмотр с дальних корпусов. Видно, что здесь он ходит очень редко. Вся дорога заросшая. Вот так вот назывался у нас этот лагерь. Лагерь пассажирско-вагонного депо Орехово-Зуево. Я не думаю, что с депо что-то случилось. Вряд ли оно обанкротилось. Скорее всего, они просто не хотят тратить деньги на это место. Вся дорога завалена листьями. То есть, мне кажется, к этому корпусу сторож ходит максимально редко. Вот такие вот заделанные у нас двери окна везде. И висят замки. Видно, что уже несколько лет его не открывали. Тут у нас когда-то жили дети работников депо. Не знаю, до какого года работал этот лагерь. Так как депо у нас принадлежит железной дороге. А железная дорога у нас не любит лишние затраты. Скорее всего, они решили, что они ничего не хотят вкладывать в этот лагерь. И просто-напросто взяли его и закрыли. Посадили сторожа. И, возможно, выставили на продажу. Как мы видим, никакого ремонта. Ничего тут не было. Все достаточно просто. Крыша начинает протекать. Вся мебель куда-то спрятана. И вот у нас открывается остальная территория. Сейчас пойдем дальше. Также лесом потихоньку, помаленьку. И я надеюсь, большую часть лагеря сегодня мы сможем осмотреть. Прямо вычистили корпуса, реально, как на продажу, чтобы ничего лишнего не было. Смотрите, как вход зарос. То есть, я думаю, лет 10 точно этот лагерь уже не работает. Никто не забыт, ничто не забыто. 41-й, 45-й. Сюда, наверное, когда-то пионеры цветы приносили. Но сейчас, конечно, это все уже, я думаю, абсолютно никому не нужно. Краска вся отваливается. А вот тут, видимо, когда-то была центральная аллея, которая проходила мимо корпусов через весь лагерь. И как раз вела нас к этой стелле. Итак, ребят, жилая часть у нас находилась вот в таких вот зарослях. Мы только что прошли. В принципе, все корпуса там достаточно однотипные. И смотреть нечего. А остальная часть лагеря у нас находится вот на такой вот территории. Достаточно открытой. Где меня будет видно прямо издалека. Поэтому не знаю, насколько я смогу подобраться куда-то. Но будем стараться. Посмотрим, что тут есть. Вот, ребят, смотрите. Дрова он себе пилит в этой беседке. И вот как раз эти собаки где-то там орут. За этим домом. Рядом какое-то разрушенное здание. Вот, смотрите, лавочка у нас такая необычная. Кто-то вырезал тут бабочек. А тут, видимо, клумба была. По старой доброй советской традиции из шины сделана. Детский лагерь оздоровительный. 40 лет. Сосновый бор. Когда-то, видимо, у нас стояло это на въезде. А в этом здании у нас были все кружки. Зал атлет. Тут, видимо, была качалка. Музыкальный клуб. И кружок сделай сам. А также какой-то совет в лагере. Найдите тут русскую девочку, называется. Рисунок. Несмотря на то, что она в кокошнике, она совсем не та, за кого себя выдает. Собаки как-то неожиданно замолчали. Может, вышел сторож. Я не знаю, успокоил их. Главное, чтобы он не пошел делать обход. Неожиданно. Вот, смотрите. Игровые автоматы. Это вообще просто что-то с чем-то. Я первый раз вижу их в целом состоянии. Обычно от них только обгонки какие-то валяются. И все. Обгон. Призовая игра окончена. Я бы хотел поиграть. Вообще никогда не играл. Я... Что это было? Наверное, крыша на солнышке разогрелась. Что звук был от железа. Я не думаю, что я уж сильно бы втянулся, конечно, в этот процесс. Но ради интереса один раз в жизни. Я бы хотел просто посмотреть, как это выглядело. Призовая игра окончена. И тут скорость. Даже были какие-то спидометры. Вообще первый раз в жизни вижу. Колонка. Вот, смотрите. Скорости надо было включать. Была какая-то бесплатная игра. Вот эта мне нравится. И 15 копеек стоило прокатиться на этой виртуальной машине. Руль крутится без всякого стопора. Вот, смотрите, тут правило. Положение рычага скоростей определяет режим езды. Два для опытного водителя, один для новичка. Двигаясь в потоке машин, регулируйте скорость. Нажимая и отпуская педаль. Призовая игра присуждается набравшему не менее 400 километров. В режиме для опытного водителя. Время игры 2 минуты. Опустить 15 копеек, нажать на педаль вперед. Вот, видимо, педаль. Ну что, погнали. Тут у нас баскетбол. Кстати, вот была такая маленькая игра баскетбол, наверное, у всех. Где все били по кнопкам, шарики прыгали. А вот это практически то же самое, только большая версия. Больше кнопок. И еще она за деньги. Тоже стоила 15 копеек. Не вижу мячика. А кто-то вскрыл уже этот автомат. И, видимо, украл мячик на память. Там какие-то правила написаны. Но, к сожалению, что-то рассмотреть практически невозможно. И вот такой вот рисуночек у нас за этими игровыми автоматами. Видимо, парень преклоняется перед девчонками. Я не знаю, что он там делает. Сложно сказать из-за этого игрового автомата. И между тем мы покидаем автоматы и входим в бывший актовый зал. В котором, на удивление, все не вынесли, как в корпусах. По крайней мере, все лавки тут все еще на месте. И все они когда-то были заполнены детьми. Вот у нас, ребят, территория лагеря как раз. Где я ходил, гулял. Пока вроде все максимально спокойно. Вижу, на сцене еще остались какие-то плакаты. Сейчас посмотрим на них. Отважный воробей. Кто это такой? Я не знаю, что он должен был символизировать. Сложно сказать, это что-то из современного уже творчества. Напротив еще его брат воробей. Вот так вот эти ряды с лавками у нас выглядят со сцены. Чувствую себя просто какой-то звездой в сельском клубе. Вот так вот у нас эти... Что происходит? И вот такая вот у нас эмблема. Явно современная, потому что очень дебильная. Сосновый бор. И изображен почему-то не сосновый бор, не белочка, не что-то другое. А изображен какой-то... Какой-то страшный желтый кусок слизи с бантиками. Видимо, солнышко это должно было быть, по мнению создателей. Я люблю лагерь сосновый бор 40 лет. И вот у нас тут парень, который в будущем мечтает работать на железной дороге, а сейчас отдыхает в лагере от железной дороги. А железная дорога подумала... Да пошли эти дети! Счет в Швейцарии мне нравится гораздо больше. Нашел вот такие вот примеры для заполнения для родителей, чтобы их ребенка взяли в пионерский лагерь. И из них мы можем установить, что последняя смена тут была в 2004 году. Вот, как мы видим, прошу предоставить мне выходной какой-то 2004 год. Прошу отчислить моего ребенка начальнику лагеря Махрову. Тоже 2004 год. То есть 15 лет уже лагерь стоит на консервации. И все никак не могут его ни починить, ни продать. Все потихонечку разрушается и приходит в негодность. 15 лет этот парень тут лежит. И опять же написано Наталька, 2004 год. Там стоит автобус, ребят. Автобус. Без мотора. Невероятно. Это у нас когда-то было столовое меню. Пластиковая дверь. Вот такой вот плакат. Миг удачи. Фехтовальщики сражаются. Но видно, что внутри полнейшая пустота в этой столовой. Как в принципе и во всех корпусах. В общем, ребят, в лагере, как вы понимаете, особо смотреть нечего. Но ради адреналина можно поползать. Сейчас хочу через окошечко еще раз посмотреть на автобус. Что там за автобус. И уже эвакуироваться отсюда. Полная пустота. Хлеб. Итак, ребят. Вот эта красота. Автобус, который раньше возил детей. Явно с ним что-то случилось. Явно он уже никогда никуда не поедет. Внутри даже нет сиденьев. Видно, там стул валяется. Видимо, используется как склад. Ребят, вы видели эту пустоту? Пробежала здесь только что. Нет, то есть к автобусу я явно не подойду. Мы можем только его отсюда посмотреть. Патрулирует. Вокруг собаки шныряют. У него их три штуки. И щенок. Вот видите, бегает вокруг столовки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А в автобусе-то полная пустота. Все разобрано. Все, ребята, я думаю, надо бежать отсюда в ужасе. Потому что все эти собаки бегают по территории вместе с ним. Сейчас он с другой стороны корпуса. Я думаю, мы тут все с вами посмотрели. И на этом нужно успокоиться. И понять, когда нужно вовремя уйти. Я думаю, прямо сейчас. Идеальное время. Экскурсионный. Вот его байк. Как парни говорили, если он здесь, значит, сторож тоже здесь. Ездит вот на таком старом детском велике. Наверное, где-то здесь. Его и подрезал у детей. А тут у нас, кстати говоря, есть схема лагеря. Итак, ребят, все, вернулся я обратно к мотоциклу. В принципе, наверное, для вас там особо не было ничего интересного. Очень мало уцелело каких-то пионерских артефактов. Но для меня последние полчаса были весьма такими адреналиновыми. Когда я сидел в этой столовой, сторож ходил вокруг нее, собирал грибы. А собаки наматывали круги вокруг столовой и нюхали под окнами. А так как там нет окон, они, в принципе, могли вполне запрыгнуть вовнутрь и побегать по самой столовой. К счастью, им это в голову не пришло. И вот, дождавшись момента, я вышел уже, подошел к автобусу, зная, что сторож с другой стороны посмотрел на него. И, в принципе, там же перелез через забор. Вот, собственно, и все. А мотоцикл стоит, ждет меня. Ну что же, надеюсь, вам было интересно все-таки вместе со мной посмотреть, что осталось от лагеря РЖД Сосновый Бор. Пусть РЖД будет стыдно. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД 1,3 миллиона рублей в день. Вдумайтесь в эти цифры. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД РЖД